Но что касается техногенных катастроф в целом, знаете, тут, условно говоря, как не предохраняйся, вот есть какие-то нюансы, да, человеческий фактор, еще что-то. Вот в Японии уж меганадежная сторона, там вот тоже произошло в результате стихийного бедствия на атомной станции. То есть, другое дело, что есть какие-то маленькие такие менталитетные отличия, вот, например, нашей такой, да, вот русской нации, что ли. Все-таки вот если брать немцев или вообще европейцев, они такие вот, ну, как бы, что ли, не знаю, такие микро-такие роботы, что ли, ну, в хорошем, или в неплохом смысле, в хорошем-плохом, да, то есть они выполняют инструкцию, которую им сказали. Вот он приходит на работу, делает свою инструкцию, да, то есть он живет так, это ментально, они так живут годами, столетиями, они чуть другие, эти люди. У нас немножко вот люди, они более свободные по своей сути, и как бы их вот в инструкцию их посадить труднее, понимаете, и поэтому вот у нас и нашей стране в этом плане, вот, с одной, с одной чашей весов, люди более свободные, духовные, с другой стороны, они могут больше делать каких-то неинструктивных действий, что может привести к каким-то там, в том числе, техногенам. Вот такой, я не хочу сейчас каких-то слов там, да, цензурных, нецензурных, но у нас чуть больше вот такого вот, такого разгильдяйства, но это продолжение, понимаете, достоинств тоже, мы такая, мы духовные нации, более свободные люди сами по себе, понимаете, ну, то есть как бы тут есть нюансы, поэтому, может быть, у нас чуть фактор чуть выше риска, чем, допустим, в стране, там, в Германии, где они вот пришел, он, да, он все выполняет отсюда досюда, и там вот эти все, меньше вероятность, что что-то там сойдет, они все сделают более точно, понимаете, как бы. Ну, вот, ну, такие вот, может быть, какие-то. Атака, это же форс-мажорное обстоятельство, так называется, сюда, мало ли что, там, не обязательно это связано с человеческим фактором, разные факторы могут быть.